всем доброе утро с вами олег рожков на дворе у нас осень это то время года когда холодно и хочется согреваться питаться чем-то вкусным полезным и главное чтобы это все еще нас и бодрило потому что осень это когда хочется спать и лежать под одеялком и сегодня у нас будет еще одна готовка тыквенного супа а в этом не поможет наша знакомая людмила привет помогу конечно помогу так что у нас с тобой сегодня будет за тыквенный суп и раз ты веган да значит он у нас будет супер полезным и без различных добавлений мяса животных продуктов да мы будем готовить тыквенный крем-суп без продуктов животного происхождения мы будем использовать собственно тыкву я тут уже часть сварила но мы сейчас процесс весь покажем нашим зрителям а будет у нас кокосовое молоко не молоко специи которые эти согревают а соль соответственно и немножечко арахиса для того чтобы придать объема супу но я думаю можно начинать да давай мы с тобой начинать а я тебя буду еще попутно задавать вопросы вот первое чем я хочу спросить это что это такое за не молоко а не молоко это растительное молоко приготовленное просто из овсянки это альтернатива к коровьему козьему в общем в любом ничего животного здесь естественно нет но естественно это будет полезно и для детей для тех кто никого не переносимость как раз кстати говоря почему мы выбрали тыкву потому что это не аллергенный продукт его можно деткам плюс тут очень много витамином а б с д е клетчатка важно группа d сейчас когда солнце мало это то что нужно тем более такой оранжевый да но чем я как раз таки сказал потому что очень хочется и бодриться и питаться полезно и эффективно чтобы на твоем самочувствие сказывал чтобы не было всегда сонные вяники такой бодрость вот такая после этого супа этому ты попробуешь потом оценишь я обожаю ты конесу так что давай с тобой начнем уже поскорее а что нам нужно в общем-то сделать для начала нам нужно взять тыкву любую а я обраду который мало себя так эффективнее мы ее режем кубиками и отвариваем отвариваем до готовности на так 9 минут 15 в китящей воде можно сразу подсольный порядок да конечно без проблем ты сама чем подришься согреваешься осенью витамины пополнять каким образом я сам обожаю тыкву у нас уже была одна готовка связанная с приготовлением тыквенного крем-супа но он был на бульоне на курином вот а сегодня раз мы в гостях у веганах на какой-то куриный в гостях у веганов мы можем целую рубрику такой запускать в гостях у веганов ну так вот чем веган это витамины свои пополнять как и все остальные люди пополнять витамины в организме нужно свежими овощами свежими фруктами и зеленью топ фруктов полезных от людмилы который может посоветовать что выпакуешь нам осенью полезного ты знаешь банальные апельсины вот правда манга сейчас такие вкусные манга манга а как же яблоки как же яблоки овощи яблоки но я просто не очень люблю науки аферсины ты знаешь они действительно очень хорошо бодрят вообще все то что такого солнечного оранжевого красивого цвета это бодрит с утра можно например теплой воды с куркумой выпить и с у нас крем-суп он сколько по времени будет примерно самый самый быстрый суп по факту нам нужно только сварить тыкву и все это взбить блендером и добавить нужные специи ну то есть он еще время приготовления как я понимаю сокращать за счет того что мы не варим курицу здесь нет вот этого бульона и мы не тратим на это время то есть это экспресс ты знаешь вся прелесть этого супа еще в том что наш организм не тратит свои силы на то чтобы переварить вот этот куриный бульон до который является тяжелым продуктом по факту что мы не только время во время готовки экономим да но еще во время переваривания кстати хочу отметить что я вот в данным в данном случае я не занимаю какой-либо яркой позиции полезен полезно курица не полезно то есть вот таких спорах я сейчас не понимаю никакой позиции но я за то чтобы это все все равно всегда было вкусно и какую бы ни было пользу оказывала нашим организм да ты знаешь пища должна быть вкусной и красивой это точно это стоп если ты быть просто полезно но грустно мы сварили тыкву пахнет она просто шикарно и мы сейчас идем взбивать в блендере если блендера нет в принципе можно просто там помять до чем-то но блендер есть но мы добавляем немного воды горячей с кипяченой примерно знаешь на где-то граммов 100 и дай пожалуйста не молоко да я тут больше как ассистент потому что всю основную работу у нас людмил сегодня выполнен я могу тебе передать я могу давать сейчас на линии молоко и помешаешь а то скажешь что я тут стою только под на все готовенько приезжая достаточно смотри а с ним лаком такая история что нужно сначала взболтать потому что там посаживается то есть перед каждым до употребление можно перемешать и будем добавлять специи вот и знаешь на самом деле это все сейчас когда мы смешаем можно еще раз пропустить через блендер чтобы это однородная консистенцию приняла и чтобы совсем каша каша крем-суп хорошо крем-суп ну я человек простой вижу кашу называю кашей отлично теперь мы добавляем специи это у нас карри и перец обычно сколько добавлять обожаю приправы души но это не от души я бы еще больше добавил перца немного ага это даже наверное будет ну ладно не знаешь мы всегда готовим тем более чтобы согреть и теперь можно добавить соли ингредиенты для тыквенного крем-супа нам понадобится 1 тыква кокосовые сливки не молоко соль специи арахис жареный соленый немного зелени и авокадо что же приступаем к моей любимой части естественно это дегустация теперь попробуем тыквенный крем-суп без куриного бульона и узнаем насколько вкусный он ну как я уже говорил в одном из выпусков мы работаем с профессионалами а профессионала плохого не посоветовать крем-суп действительно потрясающий легкий вкусный бутербродики полезные в общем то здесь все то что необходимо нам чтобы согреться осенью зарядиться витаминами и очень простое и быстрое в приготовлении с вами был олег рожков всего доброго питайтесь вкусно и полезно